привет всем сегодня будем сеять капусту но и также хочу показать очень хорошо перезимовал люпин в этом году он будет цвести тоже пошли отростки один кустик второй кустик поэтому будет надеемся что будет красивое цветение 7 капусту в этом году всю рассаду будем выращивать в различных таких емкостях потому что холодная весна земля в теплице не прогрета и рассада просто не успеет именно на земле вырасти к моменту именно высадки перцев томатов ну и других именно тепличных культур поэтому посеем такие ящики в них земля хорошо прогревается и поэтому рассада будет очень хорошо расти в этот ящик будем сеять капусту июньскую она конечно вот растрескивается поэтому ее нужно будет убирать как только качанут именно ну только побольше вырастет капусту такую старт посеем она у нас не растрескивается и колобок это у нас поздняя капуста очень хорошо хранится для зимнего хранения подходит сюда посеяли только раннюю капусту в общем кто-то сеет в рядки кто-то в такие небольшие углубления в общем кому-то как удобно тут конечно же так и сеет где-то примерно один сантиметр сейчас все разровняем засыпем ну конечно главное запомнить или подписать именно какой вы сорт или гибрид куда посадили не сверху польем и в принципе и все посев очень несложный и капуста обычные семена хорошие она всходит просто очень хорошо ну конечно сверху все поливаем ну вот и все сейчас конечно в теплице еще беспорядок поэтому когда все именно посеем здесь и по цветы все контейнеры приготовили там еще под капусту почему когда все посеется конечно уже будет порядок а пока ну такой вот творческий беспорядок конечно такие в этом году совсем не какущие сходы вернее всход это хорошие так как холодно но ничего не растет только совсем недавно пришло тепло не сейчас хоть маленько должно начать это все подрастать вся зелень капуста мизона просто вообще шикарно взошла и крест салат весь взошел лучок вот такой вот в общем там от шпинат только начинает всходить в общем тепло надо всему а вот здесь вот будем сеять позднюю капусту посмотрим три бактериана рыхловатая внутри но в принципе тоже очень неплохо хранится и для квашения подходит тоже посеем так и здесь сейчас поищем всегда сеем конечно же московскую позднюю отлично растет и хороша как раз таки для квашения больше она ну и не до длительного хранения тоже она используется но больше для квашения так конкистадор пригодные для хранения и вроде бы и все наверно все три вот этих поздних ну и колобок если войдет сюда то посеем да все вот только три вот этих капусты будем сеять ну тоже вот по лункам по вот этим вот а вот здесь накрыты цветы которые уже сеяли мешком ну на ночь пленкой а днем вот они под мешком вообще ничего не высыхает а так вот под пленкой все таки оно как-то жарче а здесь хоть немножко какое-то проветривание идет и не пересыхает почва ну вот жених опять пришел мы еще того рыжика не воспитали пришел опять нам тут с лапой гулять зовет уже ходит ну вот опять разложили семена и все засыпем капуста если будет тепло у нас сейчас она всходит достаточно быстро где-нибудь уже на четвертый пятый день должны появляться всходы и вот такой вот ящик приспособили застелили его целлофаном насыпали грунт и посеяли сюда вот такую цветную капусту снегурочка кстати она очень крупная до 2 килограммов и 300 граммов такая вот капуста и два вида капусты брокколи это гном и венера тоже вот их посеяли и в другой контейнер посеяли капусту колобок не вошла она вместе с ранней и вот такой вот капусту кальра пивенская голубая очень сочная вкусная в прошлом году впервые сели и в этом году вот решили снова посеять бывает также и на белого такого белого оттенка капуста в прошлом году читали что ее лучше сеять по отдельности но посеяли как обычную капусту все вместе и в принципе очень хорошо она перенесла пересадку поэтому совершенно можно выращивать ее как обычную капусту и сеять в два срока например как и то же самое брокколи или цветную именно посеять сперва первую партию как бы а через неделю или полторы посеять еще раз но чтобы она вас не поспевала вся именно разом вот сегодня так тепло хорошо прям грядка подсыхает и уже через день или два можно будет все клопнику прибирать убирать старые листья сегодня последняя ночь заморозками поэтому опять накроем на ночь укрываем а днем так вот открываем что просыхало все но земля конечно же оттаивает прогревается хорошо но всем тем кому видео было полезным подписывайтесь на наш канал делитесь видео с друзьями заходите почаще в гости и пока пока до новых встреч всем самого-самого наилучшего и и и